12 и 13 июня на футбольных полях страны состоялись матчи 12-го тура 30-го чемпионата Узбекистана по футболу среди женских команд Высшей Риги. В первый игровой день на поле спортивного комплекса АГМК состоялась встреча Алмалыгской команды ОКМК «Вумен» с Ферганской «Невчи-Вумен». Матч обслуживала бригада главного арбитра Гульшоды Саидкуловой, инспектор Кахрамон Елдашев, комиссар Юлия Панина. В стартовом составе ОКМК «Вумен» вышли голкипер команды «Легионер» Акылай Садыкова, капитан Дарина Федосенко, а также Айгирин Атиназарова, Лейла Арониязова, Севинч Кучкарова, Углой Ахмедова, Асальхон Аминжанова, Фируза Трудебоева, Мунис Игиясова, Рушайни Асафина и Ситора Такобаева. Счет игры был открыт на пятой минуте встречи. Автором первого гола стала Ситора Такобаева. После пропущенного мяча Невчевумен попыталась сравнять счет, активизировав контратаки. При этом игра обеих команд стала жестче, что привело к назначению пенальти. И на десятой минуте Рушайни Асафина точно реализовывает пенальти 2-0. Шестнадцатая минута встречи вновь порадовала болельщиков Алмалыкской командой. Великолепный дальний удар Фируза Трудебаевой не увенчался успехом. Мяч отскочил от штанги. Но Мунис Игиясова оказалась быстрее соперниц и забила третий гол ворота ферганцев. На 22-й минуте подопечные Ильхома Ханжариева эффективно использовали контратаку. Фируза Трудебаева, приняв передачу от Рушайни Асафиной, красиво забивает четвертый гол. К сожалению, на 39-й минуте Алмалыкская команда делает вынужденную замену. Поле из-за травмы покидает Айгири Матиназарова. На замену выходит Рукшона Алемжанова. А на 42-й минуте алмалчанки продолжают серию забитых мячей. Рушайни Асафина красиво оформила дубль, отправив дальний удар. 5-0. И под занавес первого тайма увеличила разрыв счёте Асальхон Аминжанова. 6-0. В начале второго тайма тренерский штаб ОКМК «Вуман» провёл ряд замен. Вместо Углой Ахмедовой и Асальхон Аминжановой на поле вышли Оединой Тургунова и Парвина Садыкова. На 60-й минуте обстановка на поле накалилась. За неспортивное поведение с поля удалена игрок Невчий Вуман Фазелад Бахрамова. Имея значительный перевес в счёте, тренерский штаб Олмалчан даёт возможность получить игровой опыт более молодым игрокам. И на 67-й минуте вместо Акалая Садыковой и Лейлы Араньязовой на поле вышли Фатима Бахреддинова и Карина Гомодеева. А завершился матч с седьмым голом ворота гостей. Красивый восклицательный знак поставила Ольдиной Тургунова. 7-0 и очередные три очка в копилке ОКМК «Вуман». Отыграли уже первый круг чемпионата Республики Узбекистан. По завершению первого круга были на четвёртом месте в связи с тем, что у нас были в запасе три игры. Были вызваны ряд игроков сборного Узбекистана. С шести игр мы пять обыграли и одну игру проиграли. Второй круг начался на хорошей ноте. Две победы сразу. Это на выезде с Пахтакором и на выезде с Набахор в Уман. И сегодняшняя игра с командой «Невчи Вуман». Три победы во втором круге. Вышли на третье место мы в турнирной таблице. По сегодняшней игре могу сказать, что в первом тайме уже всё решили. Забили шесть голов быстрых. И во второй игре, во втором тайме, то есть выпустил уже более молодых. Дал им небольшую практику игровую, чтобы уже были готовы, росли нам на следующий год. Ну, на будущее, значит, нашего женского футбола. По регламенту в этом году изменили, значит, проведение чемпионата Республики Узбекистан. Будет три круга. Это первый, второй круг – дом, выезд. И третий круг уже будет по жеребьевке. Девять игр, кто куда попадет. Кто дома будет играть, кто-то будет, значит, на выезде играть. Общей сложности у нас выходит 27 игр в чемпионате. И плюс кубковые игры. Была жеребьевка. Мы вышли на команду из первой лиги. Шуртан или Машал. Эта пара должна сыграть в ближайшие дни. И кто из них выйдет в 1-8, мы едем к ним на игру в 1-8 финал. Следующая игра у нас на выезде с Бунеткором 18 числа. Потом на выезд у нас 1-8 финала 22 числа в Кашкадаринской области. И домашняя игра у нас 26 июня с Бунеткором. Отметим, что игры женских команд высшей лиги страны не менее интересны, чем матчи среди мужских команд. А потому мы приглашаем всех любителей игры миллионов прийти и поболеть за алмалыкские команды. Бунеткором 18 числа в Кашкадаринской области. Субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова